Радио Болтком 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 что можно писать. Ну, писать вот тогда я смогу просто озвучить ваши сообщения на номер 2-3-0-6-1-9-1. И мы говорили, вот и продолжаем разговор о гендерных стереотипах, такая очень провокационная и достаточно актуальная вещь, поскольку действительно вот сейчас мир меняется, и многое из того, что когда-то казалось абсолютно нормальным, вдруг сейчас становится таким моветоном, что ли, или вызывает какое-то возмущение, неприятие в обществе. Абсолютно верно, Олег. И действительно, буквально два слова напомню, что стереотипы – это некая способность категоризировать мир, то есть относиться к тем или иным категориям. В принципе, эта функция дана нам для того, чтобы быстрее адаптироваться и ориентироваться. Ну, а зачастую эти категории настолько сильно в нас внедряются, вы знаете, название такой интроекты, то есть как крабы живут в нас, может быть, нам это не нравится, но это с молоком матери, да, какое-то социальное воспитание, какие-то ограничивающие убеждения говорят о том, что вот если ты женщина, ты обязательно должна действовать и вести себя вот таким образом, а если ты мужчина, значит, ты должен действовать вот таким вот образом. И точно, например, один из стереотипов, на котором мы закончили прошлый наш разговор, о том, что мужчины не плачут. Да. Традиционно в обществе транслируется такая мысль, что если ты мужчина, ты не можешь проявлять момент слабости. Ну, я напомню, что абсолютно одинаково люди испытывают все, всю гамму эмоций. Злость, грусть, радость, удовольствие, страх. Просто в социуме традиционно поощряется, если мужчина проявляет агрессию и прячет в себе, например, грусть или страх какой-то. Это считается показателями мужественности, такой вот воли. Женщины, наоборот, они должны агрессию скрывать, быть мягкими, уступчивыми, спокойными и так далее. Но, напомню, исследования, которые проводились достаточно глубокие, они показали, что до подросткового возраста мальчики гораздо более эмоциональны и гораздо больше на самом деле плачут. И сейчас, слава тебе, Господи, это, в общем-то, не настолько критичный момент, когда мальчишка даже в школе может заплакать из-за того, что он получил какую-то плохую оценку. Вот у меня девочка учится в восьмом классе, дочка, и она, ее такой, в общем-то, хороший друг, она говорит, ну что ж такое, Артур опять разревелся из-за того, что получил тройку. Вот, и нормально уже дети это воспринимают, но если, конечно, будет плакать взрослый мужчина, ну, в общем-то, наверное, социальное неодобрение все-таки присутствует, и мужчине позволено проронить свою скупую мужскую слезу только за, ну, на похоронах или, допустим, в какой-то момент патриотизма и так далее. Я хочу здесь процитировать слова американской актрисы Эм М. Готсон. Она феминистка, я не придерживаюсь многих ее взглядов. Сегодня, кстати, еще раз коснусь. Но вот по поводу мужчин и эмоций, мне вот очень понравилась ее фраза. Когда она выступала с речью, она сказала, что меня возмущает идея, что мужчины не имеют права плакать. Они не могут выражать свои эмоции, не могут говорить о том, что они чувствуют. Что может быть печальней? Возможность выразить себя не делает тебя девочкой, она делает тебя человеком. И если у вас в груди бьется сердце, и вам не все равно, это прекрасно. Я действительно согласна в этом с ней. Действительно, набор эмоций у всех одинаков. И, в общем-то, наверное, каждый человек может позволить себе их проявлять. Потому что, к сожалению, из-за этого мы сейчас столкнулись с таким вирусом современного общества, который называется алекситимия. То есть, когда человек ничего не чувствует, более того, не может словами выразить свои эмоции, что он переживает в данный момент времени. А эмоциональный пласт, эмоциональный эффект, это, в принципе, сейчас то, на что вообще направлено внимание. И, кстати, большинство корпораций приглашают психологов, потому что они говорят, да, мы имеем умных людей интеллектуальных, но они совершенно не ориентируются на эмоции потребителя, покупателя и так далее. Прямо проводятся грандиозные тренинги на эту тему, которые так называются, эмоциональный интеллект. А я вот хочу сказать, что читал в свое время, когда обзор фильмов, которые заставляют плакать даже суровых мужчин. И вот там были какие-то приведены именно конкретные примеры. И, по-моему, Пол Маккартни признавался, что вот когда он смотрит знаменитый фильм «Wonderful Life», ну, американский, вот, 48-го года, который очень сентиментальный, там мужчина пытается, ну, вот, в отчаянии броситься с моста в реку, а к нему подходит его, значит, сынишка и, дергая за штанин, говорит, папа, пошли домой. И у него вот эмоциональный перелом. И Пол Маккартни говорит, я рыдаю каждый раз, вот, ну, вот, когда я смотрю, у меня наворачиваются слезы, комога в горле. Вот я не стыжусь признаться в том, что, да, вот я сентиментален, вот это меня очень сильно трогает сцена. Это замечательно. И я думаю, что у каждого из нас есть, да, какие-то якоря, так называемые, которые действительно заставляют нас чувствовать, переживать всю эту гамму эмоций. Потому что я бы неоднократно говорила, что для нашей психики неважно, реальная ли ситуация, когда вот человек сидит напротив тебя, либо воображаемый, то есть когда нам показывают некую историю на экране, или мы читаем какой-то роман и обливаемся слезами. То есть переживать эмоции — это правильно, это нужно. Это как раз говорит о том, что мы действительно живые люди. Ну а следующим стереотипом, о нём так немножко поверхностно сегодня, потому что буквально две последних наших программы как раз этому посвящены. Это стереотип о том, что абсолютно все женщины любят детей и хотят замуж. А вот отцовского инстинкта его как бы и не существует. И мы уже буквально вот две программы назад как раз сделали акцент на этом, что далеко не все дети любят детей, и далеко не у всех женщин ярко выражен этот инстинкт. Но опять же в силу каких-то социальных стереотипов женщины боятся об этом сказать и, возможно, делают несчастными и себя, и своих детей, на которых они выражают и выражают эту агрессию и злобу. Ведь то, чем мы наполнены, мы, собственно, и делимся с окружающими. Поэтому если не дано тебе это, если нет этого материнского инстинкта, то, может быть, лучше действительно сосредоточиться на чём-то другом, например, какой-то идеей и так далее. А вот по поводу отцовского инстинкта, на самом деле давным-давно уже метавали те времена, когда овцы уходили на войну или, допустим, уезжали в другие города, страны, зарабатывать деньги, и женщины вынуждены были заниматься воспитанием детей. Сейчас всё поменялось. И, кстати, очень интересные данные я нашла по европейским странам. Выяснилось, что, оказывается, сейчас в Швеции очень большое количество мужчин берут отпуск по воспитанию детей. То есть женщины продолжают работать, а мужчины идут в так называемый декретный отпуск. И совершенно не стесняются этого. А отцовский ли это инстинкт или просто любовь к детям и желание позаботиться? Ну, это уже такой второй вопрос. Но то, что действительно сейчас мужчины могут себе это позволить, абсолютно верно. Ну, я думаю, что здесь может сыграть именно и такой, ну, достаточно, может быть, бездушный фактор, но просто супруги смотрят реально, у кого выше зарплата, кому выгоднее, например, с материальной точки зрения уйти с работы. Тем более, что у мужчин, может быть, но учитывая, что у вас есть возможность работать и удалённо, тоже, в общем-то, более развязанные руки, например. Абсолютно верно, но я всё-таки как психоаналитик хочу вот маленькую ремарочку сделать, что даже если это и так, даже если мужчина собирается пойти как бы в отпуск по уходу за ребёнком, я хочу напомнить, что у нас тоже есть программа, кстати, очень она мне нравится, теория привязанности. Тот, кого видит грудной ребёнок, чувствует, вдыхает запах первые три месяца, тот и будет его мама на всю жизнь. Поэтому, если всё-таки женщина имеет такую возможность, то хотя бы три месяца она должна побыть с этим ребёнком, поприкладывать его в грудине, обязательно кормить грудным молоком, а именно, чтобы ребёнок почувствовал вот эту безопасность, есть материнское тепло, её запах, и когда эта женщина запечатлеется у него, импитинг называется, запечатлевание, как его мама. Если же это будет делать папа, то, собственно говоря, мама этого ребёнка будет папа. Вот. Ну, такой интересный факт. Поэтому здесь уже выбор за самими людьми. Ну, а идём с вами дальше. Очень известный такой распространённейший стереотип о том, что женщин на земном шаре больше. А цифры-то показывают совершенно обратное. И я вот посмотрела в несколько источников, все они, в принципе, об одном и том же, что оказывается на 100 девочек рождается плюс-минус 107-108 мальчиков. То есть почти на 10% больше мальчиков рождается на сегодняшний день на земном шаре. Ну и, конечно же, перекос идёт в Индии, Титае, да, в общем-то, и в Азербайджане, например, там, где в странах разрешены селективные аборты, то есть аборты по половому признаку. Там, где в семье считается, что лучше бы родился наследник, потому что, ну, в общем-то, для семьи от этого больше пользы, либо по каким-то культуральным, религиозным представлениям и так далее. То есть перекос очень существенный, ну, 10%. Вот как вы считаете, Олег? Мне кажется, это много. Ну, мне кажется, что тут ещё, может быть, всё-таки матушка природа вносит тоже свою лепту, потому что мальчики по натуре, вот сейчас мы и дойдём, это является ли стереотипом или нет, более такие безбашенные, то есть они больше подвергаются риску, то есть им там и пальцы засунуть в розетку и куда-нибудь там, я не знаю, там чуть постарше построить плод, поплыть по речке. И вот этот, ну, может быть, прогнозируемый, вот программируемый риск смертности именно мальчиков в силу того, что они любят что-нибудь взрывать, поджигать, что, ну, вот заниматься какими-то опасными видами деятельности, он тоже вот, ну, запланирован природой. Да, действительно, этот момент есть. И, кстати, вот эта вот идея очень тесно связана с идеей о том, что мужчины умирают раньше. Действительно, многие трудят о том, что мужчины, хоть и называются сильным полом, да, выясняется, что действительно умирает гораздо раньше. Здесь я внесу, опять же-таки, поправку. Вот в возрасте от 30 до 50 действительно мужчины больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, чем женщины, потому что у женщин есть такой гормон, который называется эстроген, и он улучшает эластичность сердечной мышцы, и поэтому женщины в меньшей степени подвержены инфаркту. А вот в возрасте после 50 абсолютно шансы выравниваются. То есть просто вот в этот период больше мужчин действительно умирает. А вот дальше, если проследить, от 50 и дальше, вот там вот нельзя сказать, что кто живет дольше, мужчина или женщина, плюс-минус шансы выравниваются. А еще ведь есть какая-то очень такая немножко пугающая теория о том, что если начинает рождаться действительно много мальчиков, то обязательно случится война. То есть вот это вот как бы перед войнами всегда вдруг начинался такой перекос. Вот это скорее миф, а не 100% подтвержденная статистика. Но если даже мы в этот миф не поверим, то я только что сказала о том, что на сегодняшний день девочек рождается гораздо больше. И все-таки мы будем надеяться, исходя из этого мифа, что глобальной войны, может быть, не будет. Может, я, конечно, сейчас вот какими-то мифическими понятиями рассуждаю, но мир во всем мире, ну, наверное, это желание большинства, в общем-то, здравомыслящих людей. Ну, мне так кажется, в этом случае. Вот. Ну, а дальше будут еще более интересные у нас стереотипы. Например, что мужчины полигамны, а женщины обязательно должны с этим смириться. И вот здесь, кстати, исследования действительно показывают, что мужчины чаще изменяют своим женщинам, чем своим партнершам, чем женщины своим партнерам. Но это вовсе не доказывает, что по природе мужчина полигамный, а женщина моногамная. Ну, это вы знаете, как если... Здесь процитирую своего коллегу Михаила Латковского. Он говорит, есть суслик мальчика, есть суслик девочка. Кто сказал, что суслик мальчик полигамный, а суслик девочка не полигамная? То есть это исключительно, опять же, таки относится к гендерным стереотипам. И отсюда вытекает следующее, что миф о моногамном браке придумали женщины. То есть обязательно женщинам нужно закрепить вот одна женщина, один мужчина, как бы в браке. На самом деле исторические факты показывают, что это исключительно патриархальная, то есть мужская концепция, для того, чтобы узаконить за одной женщиной, одного мужчину. Потому что в противном случае женщины бы выбирали самого успешного, самого красивого. Ну и знаете, как в природном животном мире. Есть, допустим, какой-нибудь элитный жеребец, и вот огромное количество других самок используют его для продолжения потомства. И то же самое ведь могло быть и в человеческом мире. Сейчас, опять же таки, утрированно я говорю, конечно же. Но, а когда закрепили вот это патриархально, что одна женщина, один мужчина, то, в общем-то, как бы и каждому мужчине со средними возможностями, вроде как, тоже достается его партнерша. Ну, это такой, я говорю, обсуждаемый вопрос. Вот как вам эта концепция, Олег? Ой, ну тут, честно говоря, я не совсем верю в такую доброту патриархального общества, которое решает просто наградить даже каждого плохенького мужчину, дать ему шанс. Но единственное, что мы сейчас, наверное, сделаем небольшую маленькую паузу. Я еще раз напомню, что сегодня мы говорим о гендерных стереотипах с Ириной Богачек. И буквально через минутку мы продолжим. И слушайте радиоболтком. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а мы между тем продолжаем. Продолжаем программу «Советы Богачек». Российская психолог, психотерапевт Ирина Богачек с нами на прямой линии. Мы говорим о гендерных стереотипах. И мы как раз вот с Олегом остановились на том, что, возможно, как раз моногамные браки их придумали не женщины, а именно мужчины, для того, чтобы каждому мужчине досталось по женщине. Потому что, как выясняется, женщин на планете рождается гораздо меньше, на 10% ваших. Ну, а из этого же стереотипа вытекает следующее, что многоженство, а в ряде все-таки стран, многоженство присутствует, что это удовольствие только для мужчины. Ну, и в силу своих культуральных традиций, я все-таки живу в стране, где у нас многоженство как бы не развито, и вот, Олег, вы тоже в такой же стране живете. Но у меня в университете учатся много ребят из других стран. И в данном случае я как-то даже посвятила такое небольшое исследование сделаю и спрашивала, вот в чем преимущество многоженства. И получила прям очень хорошие, как бы, ответы, логичные, как мне кажется, что действительно, ведь много жен может себе позволить только мужчина какой, успешный, финансово обеспеченный, потому что там есть абсолютно четкие критерии, когда мужчина может взять еще одну жену. И таким образом, ну, в общем-то, женщины попадают, что называется, под крыло заботы и опеки, и относительно безопасности. Или, например, в ряде мусульманских традиций, да, если умирает старший брат, то его жену и детей как бы берет под опеку младший брат, ведь он тоже хочет, ну, некой любительной близости, а тут вот он вынужден, да, в силу вот этих традиций так поступить. Поэтому вот ему разрешается взять другую жену для того, чтобы уже, возможно, с ней он, как бы, реализовался. Мне кажется, очень логичным. Конечно, это такие вопросы более глубокие, но здесь нельзя сказать, что это только для мужчин некая выгода, удовольствие и так далее. Вот мне кажется, логичным. Да, ну, довольно такая деликатная и щекотливая тема, поскольку мы, ну, живем, в самом деле, в странах, в которых запрещено многоженство, и, наверное, вот, ну, с маленького возраста как бы, ну, людям внушают, что это плохо, хотя, с другой стороны, никто не может объяснить, почему это плохо и почему вот многоженцев, например, судят и вот это осуждается. Осуждается, хотя, ну, вот, действительно, есть у людей, которые приезжают вот с Востока, искреннее недоумение, если мужчина может обеспечить, то что в этом, собственно говоря, вот в чем криминал, объясните. Наверное, точно так же, вот, как мы какие-то вещи не можем понять в восточном мире, так же и вот они не понимают в нашем. Да, действительно, это, конечно же, вопрос более глубокий, но немножко мы все равно должны были затронуть, потому что это относится как раз к тем самым гендерным стереотипам. А вот сейчас будет стереотип очень интересный, он вызывает много вопросов, возможно, наши слушатели как раз присоединятся к обсуждению. Кто должен платить за женщину в кафе? Она сама или все-таки должен платить мужчина, если он пригласил ее на свидание? И, ну, то, что касается России, понятное дело, Россия вообще государство, оно на стыке, запада, востока, у нас очень много перемешанных традиций. В этом смысле Латвия все-таки более западная, и там, наверное, вопрос этот, он не требует таких споров. А в России-то однозначно, если мужчина тебя приглашает как бы в кафе на свидание, то вроде как у нас является ожидаемым, что он же и рассчитается по счету. И очень много казусов возникает на эту тему. Кстати, американцы тоже любят это обсуждать. Вот в Европе как-то в меньшей степени этот вопрос муссируется. Если мы идем и договариваемся, вот я во Франции тоже несколько лет жила, там однозначно тот, кто пригласил, тот и платит. А если это совместная договоренность, то как бы ЧЭП делится поровну. А вот в Америке, как в России, здесь этот вопрос очень обсуждается, муссируется. И у нас, кстати, вот эта тема сразу вызвала отклик. Здравствуйте. Добрый. Вы знаете, я вам скажу так. Вот, к сожалению, наш доктор наук не может объяснить такую простую вещь. Многоженство – это способ сохранения нации. Когда, чтобы рот не прерывался, чтобы двигалась, а у них, к сожалению, только материальное и только удовольствие. Она очень слабо мыслит. Ведь это доктор, который современный, он мыслит только материально. А ведь там заложено духовное, глубокое сохранение... Ну, я вот понимаю, что вы как-то вот... Вы считаете, что вы духовно и богато обеспеченный, вот, значит, как бы глубокими мыслями человек. Спасибо. Я тут как бы не согласен. Думал, что мы поговорим все-таки про дележ этого счета больше. Ну, в любом случае, благодарим комментарии нашего радиослушателя. Я не случайно сказала, что тема глубокая, возможно, вы не услышали. Сказала, что я очень поверхностно по ней пройдусь, но я должна ее затронуть. Потому что религиозные аспекты все-таки мы в нашей программе не рассматриваем. Она немножко о другом, да? Религиозные, философские и так далее. Мы больше про психологию. Но возвращаемся к счету. И интересные истории бывают с этим связаны. Вот совершенно недавно у меня в терапии была девушка. И она говорит, пригласил молодой человек на свидание. Мы пришли в ресторан. И когда принесли чек, молодой человек говорит, я забыл дома кредитную карту. И она говорит, вот я не знаю, Ирина, вот что в этой ситуации делать? Вот вы бы как психолог, да, что посоветовали? Она говорит, я, конечно, смутилась, но достала, говорит, карточку, рассчиталась по счету, но ушла с огромным чувством неудовлетворенности и больше уже не хотела встречаться с этим молодым человеком, потому что она посчитала, что, скорее всего, он слукавил и не захотел оплачивать этот счет. Американцы тоже часто об этом рассуждают, что, как правило, вот приходят люди на свидание, и если ты говоришь, что, ну, вот ты знаешь, скорее всего, мы больше не встретимся, тут же возникают ситуации, что, ну, тогда, значит, давай вот как бы счет поделим, или, ну, как бы я там оплачивать не буду. И здесь подходы могут быть разные. Все зависит от психотипа человека. Я прямо вот на... Поскольку я преподаватель австрийской школы этикета, я этот вопрос задала девушкам и сказала, ну, вот как бы вы вышли из этой ситуации? И, конечно, ответы были разнообразные. Кто-то из девушек говорил, а я бы сказала, ну, ничего страшного, мы так приятно беседуем, а ты мог бы там, я не знаю, там попросить кого-то там привезти тебе карту или воспользоваться помощью друга, что называется. Кто-то из девушек, конечно, сказал о том, что, ну, ничего страшного, как бы в этот раз заплачу, я, возможно, в следующий раз заплату. Он, ну, то есть споры были грандиозны. Вот, а опять же, и актриса Эмма Водсона, она на этот счет говорит, что лучшее положение, если мужчина предлагает заплатить, а женщина отказывается. И мне очень приятно, если передо мной открывают дверь, меня приглашают куда-то на ужин. Но как поведет себя мужчина, если я придержу перед ним дверь? И если он отреагирует нормально, то, скорее всего, этот мужчина мне подходит, и как раз с таким мужчиной я буду строить отношения. Ну, для меня лично, я считаю, что это уже перебор. Но, во всяком случае, в классическом этикете, ну, в общем-то, не принято, чтобы женщина открывала дверь перед мужчиной и придерживала ее. Поэтому, не знаю, может быть, завтра эти стереотипы изменятся. Между тем, у нас звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините еще раз. Да. Дама говорит, что она преподает... Дама говорит, во-первых, даму зовут, зовут Ирина Богачек. Будем к ней обращаться по имени. Пожалуйста. Пожалуйста. Так вот, Ирина Богачек говорит, она преподает этику поведения. Если мы откроем этику поведения всех времен и народов... А это такой вот есть, прямо вот такой том этика поведения всех времен и народов. И у вас дома стоит этот дом. Да. Очень рад за вас. Спасибо большое. Молодец человек у него. Стоит прям изданный том этики. Есть ли какой-то, кстати, действительно свод этики всех времен и народов? Знаете, я не слышала о таком издании. О каком томе? Нет, но возвращаясь вот, возвращаясь к счету, вот мне кажется, у «Квартета И» был один из свежих фильмов, в котором, ну, правда, там шла речь о мужской компании, но действительно вот эта деликатная проблема прямо проходила красной нитью, потому что друзья считали, что вот их четвертый товарищ все время не доплачивает, то есть вот он как бы делит, но дает меньшую часть, вот они делят на всех четверых. А в конце фильма выясняется, что действительно у него было тяжелое финансовое положение, и он ужасно мучительно себя чувствовал, когда они начинают заказывать какие-то дорогущие блюда, он себе заказывает, выложим, одно кофе, а потом они говорят, ну, счет мы делим типа на четыре равные части. И у него, ну, просто вот, ну, волосы встают дыбом, потому что он чувствует себя еще более уязвленным, потому что он практически ничего не ел, не пил, но тем не менее он должен как бы участвовать в этой общей, то есть вот вот этот момент с точки зрения этикета, вот если, например, платит мужчина, может ли дама, ну, например, то есть вот как это обговаривается, может ли дама, например, заказывать любые там блюда, или, например, если оплачивает счет он, он заказывает, делает заказ, одинаковый для них обоих, ну, то есть, условно говоря, там, горячая, бутылку, сам заказывает бутылку вина, то есть, ну, скажем, он, если он платит, он как бы контролирует эти финансы, потому что мы все знаем эти молодежные комедии, когда девушка с парнем приходит, и вот при каждом ее новом заказе он прямо, ну, у него глаза лезут на лоб, он судорожно в потной рукой засовывает руку в кран, пересчитывает купюру, которая у него есть, и он чувствует себя очень и очень, ну, неловко. Ну, прежде всего, конечно, если мы говорим об элегантной женщине, ну, навряд ли она себе позволит на первом свидании заказывать, я не знаю, какие-то колозально дорогие блюда, или, ну, вообще, выбор спиртного, как правило, вообще за мужчиной, опять же-таки, по правилам этикета, и он просто может спросить, все предпочтения, там, белое, красное, или игристое, и в зависимости от этого он уже, как бы, делает выбор. Поэтому первое правило этикета, приходи на первое свидание в ресторан сытой, для того, чтобы не было вот искушения, я не знаю, заказать какой-то прям дорогой блюдо, да я еще раз повторяю, элегантные женщины и не докажут. Вот, и здесь действует правило, кто кого пригласил. Ну, в бизнес, например, отношениях, это всегда так. Тот, кто приглашает, ну, собственно говоря, тот и закрывает чек. А вот уже в дальнейшей истории здесь уже, как бы, как получится. Не всегда априори означает, что если мужчина в конфетно-букетный период действительно, там, оплачивает счет, присылает цветы, делает какие-то подарки, он уже априори берет на себя материальную ответственность за тебя и будет тебе дальше оплачивать твои телефоны, колеса на автомобиле, там, бензин заправлять и так далее. Вовсе нет. И здесь, конечно, хорошим тоном является, что если тебе делают подарок, в общем-то, ты делаешь подарок в ответ и закон «брать брать» не нарушается. Но еще раз повторю, это такой вот вопрос очень спорный и он как раз про стереотипы. Вот. А дальше про очень интересный стереотип я как бы хотела рассказать. Он такой уже более легкий, чем предыдущий. О том, что женщины боятся змеи-пауков. Женщины как бы нет. Так вот, оказывается, арахнофобия, то есть боязнь пауков, у мужчин в три раза больше присутствует, то есть страдают мужчины. Мужчины-пауков боятся гораздо в три раза больше. Это очень существенно. А вот змея, это вообще в женской культуре, мифологии, это вообще тотемное животное. И зачастую идет сравнение с тем, что гибкая, как змея, или вот заколки, или, допустим, какие-то украшения женщины используют в виде змеи. Вот, например, компания «Булгари» одно время очень культивировала как раз украшения в виде обитой вокруг шеи змеи. Так вот, интересный биологический как бы факт, что оказывается мужской запах вызывает у змей агрессию. И поэтому змеи чаще кусают мужчин. И тоже есть некая статистика, что оказывается на одну кусанную женщину 10 укусанных мужчин. Поэтому здесь вот это такой вот прям стереотип, который вот научно можно развенчать. А мыши вот это самый, наверное, такой классический пример женщины, которая тут же заскакивает на стул, если видит маленькую крохотную мышку. А вот по поводу мышей и крыс в особенности, да, действительно, женщины боятся больше. Почему? Потому что не могут что называется ну использовать какие-то орудия против этого животного. То есть мужчина может, я не знаю, пристукнуть или сказать ничего страшного. А женщины вот в этом смысле теряются. Почему вот классическая картина женщина заскакивает на стул или стол и вяжет от испуга, думая, что этим криком она может испугать это животное. Хотя крысы, кстати, также пищат зачастую как маленькие дети. То есть очень характерный схожий звук, когда крысы пищат. Да-да-да, я могу сказать, что вот у меня супруга, ну, когда у нас жила дома крыса, она как раз-таки ее выбрала своей подружкой, это была девочка, крысо-девочка, и они просто были неразлучны. То есть крыса обожала сидеть на плече и всячески вот просто для нее именно вот ходила только за ней. Ну, вообще крысы считаются достаточно умными животными, может быть, одними из самых умных. Действительно, с ними можно установить дружеский или, во всяком случае, некий контакт, который позволяет действительно коммуницировать и взаимодействовать. А вот еще один миф, он касается того, что женщины более чистоплотны, чем мужчины. И тоже интересно провели исследование американцы, они выявили, что они обследовали рабочие столы мужчин и женщин. И в обычном офисе, стандартном, где много рабочих зон, разделенных стеклянными перегородками, и прям вот тоже на биологическом уровне, то есть они брали тесты, исследовали на наличие бактерий и выяснили, что на столах женщин бактерий в 4 раза больше, чем на столах мужчин. То есть возможно, это связано с тем, что женщины используют всевозможные косметические средства, которые разбросаны, но опять же в аналитическом плане женщинам нужно много всего, то есть всяких разных деталей, которые могут присутствовать на их столе, в то время как у мужчин это просто кипогумаг и ручка, и точно там нет никаких помадок, пудрениц и каких-то еще кремчиков для рук, которые как раз могут приводить наличие бактерий вот этих вот. А, кстати, в связи с этим интересный стереотип о том, что именно женщины любят рюшечки, любят каблучки, любят какие-то элементы украшательств, но здесь можно сравнить это со следующим, как если бы рыбак, который ловит рыбу на червя, любил этих червячков, для кого это все делают женщины, кому они хотят понравиться, да, конечно же мужчинам, да, и соответственно тогда встает вопрос, кто же это любит, те самые шпильки, если мы вспомним нашу программу, да, о приоритетах в одежде, напомню, что на первом месте в линейке приоритетов у мужчин, да, какой они элемент одежды выбирают у женщин, это кабулки и женственность, то есть какие-то элементы женственности, например, банты или допустим узкую юбку, то есть получается, что именно мужчины любят вот эти вот моменты украшать, ну а теперь предлагаю перейти к советам богачих, да, советы, советы богачих, ну конечно же мы не можем быть свободными полностью от стереотипов, это невозможно, еще раз повторяю, что стереотипы это некая категориальность, то есть мы таким образом классифицируем мир, мы относим какие-то предметы, какие-то понятия к разным категориям и понимаем, да, что с этими категориями делать, то есть это некие ориентиры, которые позволяют быстрее ориентироваться и перерабатывать информацию, но убеждения и чувства по отношению к стереотипам могут быть разные, причем стереотипы в отношении себя и другого человека, они тоже могут быть разные, и здесь очень важная роль состоит в разговоре, когда в начале отношений вы со своим партнером определяете, какие стереотипы есть у вас, какие стереотипы есть у него, например, его воспитали в том плане, что сказали, что никогда в жизни мужчина не может например мыть посуду, то есть это не мужское дело, или допустим ухаживать за маленьким ребенком, тоже не мужское дело и так далее, а женщина например тоже не может себе позволить каких-то вещей, и вот это нужно обязательно обсудить, что у вас совпадает, что совпадает, а что принципиально отлично, и вот насколько это принципиальное, в дальнейшем повлияет на вашу жизнь, потому что тоже я в какой-то из наших программ рассказывала про свою племянницу, когда она девочка, прожившая в Америке, решила делать фотографии будучи беременной в кожаных шортиках, а молодой человек у нее был мусульманин, и ему потом позвонили все родственники и сказали, ты вообще на ком женился, и из-за этого у них был грандиознейший скандал, потому что в его понимании девушка не может так себя вести, она говорит, а что я делала плохого, я беременная фотографировалась в кожаных шортиках, то есть в ее истории ничего плохого в этом нет, как раз наоборот это некая свобода, а вот запрет ей общаться с какими-то друзьями и так далее, это ограничение свободы, то есть вот здесь не совпали те самые подходы к мужскому, женскому, как должна себя вести женщина, как должен себя вести мужчина, и это послужило причиной разрыва, поэтому тоже здесь нужно проговорить, что ты можешь принять, не смириться, а принять, то есть сказать, ну ладно, может быть мне это не нравится, но я соглашусь с этим, например, что женщина много работает, а что не могу принять, и насколько это в дальнейшем повлияет на эту жизнь, ну а самое главное, не запрещайте своим маленьким детям, мальчишкам, использовать детскую посуду, играть в куклы, а девочкам брать отвертки, я не знаю, соединять какие-то провода, потому что это сделает их свободнее выбора профессий и возможно позволит уйти от большинства стереотипов. Спасибо огромное, Ирина Богачек, психолог, психотерапевт, сегодня говорила с нами о гендерных стереотипах, как всегда, большое спасибо за очень интересный рассказ, и до встречи, я понимаю, через, наверное, две или три недели, будем ждать с нетерпением следующих встреч, всего доброго. Благодарю всех, да, всем хорошего дня, до свидания. День в день, час в час, минута в минуту, радио. Балка.